а здрасте я всем привет уленьки не так часто я делаю обзоры на всякие карты но вот это наверное заслуживает некоторого внимания и в общем-то представляю вашему вниманию с хпк новобийнский как утверждает автор карта создана по реальной местности и короче погнали посмотрим чё там да как а еще друзья хочу порекомендовать вам канал трезвый бармен чувак играет фарминг симулятор в it's q ваве и другие всевозможные симуляторы и довольно необычно все это выглядит triple screen куча гаджетов вид от первого лица и все как вы любите делать также обзоры на различные игровые гаджеты апгрейды рулей и вообще он красавчик поддержите парня подпишитесь на его канал ссылочка в описании или вот тут вот в правом верхнем углу сразу же друзья стоит отметить такой момент что карта платная и много какого-то кипиша было вокруг нее но я правда не в теме этого всего нахожусь там не скидывали ссылки посмотреть послушать кто-то там что-то это все рассказывал мне это на самом деле все не интересно я ни с кем ссориться не собираюсь хотя всяких идиотов последнее время нарождалась конечно это никуда от этого не денешься а мы не будем а грустно мы поговорим о чем-нибудь хорошим например вот такая вот карта опять-таки возвращаясь к вопросу того что создано по реальной местности и мы видим на ней большие и круглые поля че не круглые они ровные кривые и да большие на этой карте друзья нету никаких встроенных производств но есть несколько площадок которые позволят вам поставить то что вы туда захотите например вот площадочка видите все обустроено строите что хотите и это прекрасно при запуске карты у вас кстати сразу же потребует global если что это сделано для того чтобы в эти самые производства могли ставить глобаловские какие захотите и дальше развлекаться по поводу от внешнего вида давайте вот немножко побегаем по деревеньке которые мы находимся вот на самом деле знаете вот мне она нравится я вот как знают большинство моих зрителей не являюсь поклонником всей вот этой вот знаете старпер овской вот этой древней совковой всей вот этой вот рухляди иди и всего такого чтобы все везде лежала ржавый мусор вот это вот все и знаете здесь такого нет здесь ты попадаешь в какую-то реально русскую деревушку и и что самое главное все похоже на правду да есть здесь старинное здание есть немножко подуставшие здание но в европе они тоже есть и это в принципе нормально как сделаем вот так вот и немножко посмотрим это все с высоты птичьего полета в общем-то выглядит здесь все действительно хорошо и на самом деле вот так вот когда смотришь вдаль понимаешь вот реально что-то похожее на реализм вот есть мне нравится честно до поля здесь большие и на ржавых мтзшках с там с трехкорпусным плугом здесь особо сильно не разгуляешься но все равно по моему все очень даже здорово очень мило современные фермы они же не ездят на мтзшках вы же знаете смотрите youtube канал и какой-то вот попадался мне знаете год назад был агросфера назывался или что такое на чем они там ездят правильно у них там джоннике и все остальное все по красоте чтобы обрабатывать большие поля нужна нормальная техника но не будем об этом ладно тут кстати вот кладбище есть то не поставит лайк отправиться прямиком туда х так вот что я говорил я говорил что внешний вид у этой карты вот мне доставляет она красивая и она вот похоже на правду вот честно одним из не знаю даже выделить это то ли преимущество или недостаток скорее преимущество карта немного пустая в плане производства ангаров и прочей фигни на карте нет своего хранилища для зерна даже точнее на первых версиях есть которые в интернете слитой гуляет а вот с обновлением этого всего дела не станет и вы туда сможете поставить все что захотите одной стороны мне например иногда лень я люблю когда знаешь ферма уже построена и все такое прочее с другой же стороны это реально дает какой-то простор творчеству можно разгуляться и сделать так как тебе удобно и сделать так чтобы было красиво если ты можешь это сделать из того что вот на карте есть есть несколько загонов для животных которые тоже похожи на правду это так понимаю свинарники здесь находится все работает все замечательно здесь вот гаражи с техникой наверное какой-то что-то какую-то базу можно построить если хотите маленькая деревушка где есть кстати домик в котором можно будет поспать если захотите правда фермеры знаете сон для слабаков дальше чуть-чуть на другой стороне вот тоже коровники по моему это находится извините если я перепутаю но это похоже на коровники или овчарня вообще давайте посмотрим не хренушки первое что я вам показывал это были коровники а это овчарни там были не свинарники коровники ну простите я не подготовился так бывает а вот здесь вот овчар не находится и вполне себе тут кстати тоже миленькая овчар на несколько загонов любите выращивать овечек вот пожалуйста можете их здесь сколько угодно выращивать их тут дохрена вмещается также чуть дальше по карте среди этой деревушке есть ферма ну то есть как ферма гаражи ангары для техники тут он стартовая техника стоит ее вполне хватит чтобы начать в общем то много чего можно сюда поставить место здесь тоже довольно таки много можно все сделать по красоте плюс кучу гаражей которые можно подкрывать и и все это дело ставить туда все красиво все работает версия друзья это я кстати вот не знаю вышла на в релиз мне я с автором карты как-то вот общался он говорил что в начале недели этой собирается она выйти в релиз для всех но он новостей об этом я еще как-то вот мне они не попадались поэтому я на данный момент выхода видео не знаю вышла она или нет ну короче ближайшее время выйдет эту же версия 101 будет не то что в интернете лежит там первое знаете было сырой там были какие-то баги и это нормально это была сырая скажем так тестовая версия для того чтобы люди поиграли нашли баги их можно было исправить и знаете люди поиграли нашли баги кого-то с этого пригорело и он поступил не очень хорошо но это все неважно главное что баги по исправляли и теперь здесь все по красоте я вот сколько полетал на этой карте честно говоря никаких вот вы коллеголазных каких-то дефектов не нами не заметил мне тут еще кстати автор карты скинул лог изменений что изменилось в этой версии по сравнению с той что было что лежит в интернете и тут тридцать один пункт изменений тридцать один карл в основном это всякие исправления кстати там написано еще добавлены новые встроенные валюты для игры давайте посмотрим не прямо интересно стал только где это меняется денежные единицы фунты стенок русская валюта и украинская валюта представляете и она переконвертировалась и переконвертировалась по курсу и насколько я понял правда по какому без понятия потому что курс уже плавает наверное ну короче внезапно стало 7 миллионов рублей у нас если мы зайдем магазин то трактора стоит 4 миллиона я короче не буду играть с рублями никогда в жизни это точно ну короче кто шарит вот в рублях то пожалуйста можете играть с рублями то же самое с гривнами будет но я не буду это показывать потому что не хочу добавлено также новая культура люцерна добавлено 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 новая культура люцерна насколько я понимаю это просто травка садите люцерну кости и косилкой собираете чуть больше чем травы и траву по сути дела собираете тут кстати да тут дохренища всяких дополнительных культур поэтому в В принципе-то есть чем позаниматься, даже просто тупо что-то повыращивать, что-то попродавать. Я думаю, что в мультиплеере компании поубирать вот эти вот поля на комбайнах это было бы довольно-таки интересно. Может я даже как-нибудь со своими бурундуками этим займусь. Да, карта кстати работает с сезонами, это я не знаю говорил я это или нет, но в общем-то она работает. С новой версией, насколько я понимаю снежная маска тоже появилась, я это тоже проверять не буду, потому что с сезонами играть это немножко не мое. Хотя может быть когда-нибудь опять-таки. Ну и еще друзья, да, как я уже говорил, куча исправлений, всякие висящие деревья, которые попадались, поубирались, коллизии поправились, где надо было рельеф, где надо было поля. Теперь курсплейчик ровно определяет как надо по границам и найметы и все вот это вот, все здорово. И как я уже говорил, выглядит она, ну вот мне нравится как она выглядит, вот правда. А, задники изменились, теперь когда вот так вот вдаль карты смотришь, она выглядит намного привлекательнее чем раньше. Это Костя молодец, по красоте сделал, мне нравится. А, где-то там кстати прудик добавился, мне сказали. Вот здесь вот прудик появился. Погнали слетаем, посмотрим. Да, вот прудик появился, его раньше не было. Можно здесь будет утопить непослушного какого-нибудь наймета. Еще знаете, что мне нравится? Карта, вот я сказал, что она пустая в плане производств, но на самом деле на ней нет пустого никакого пространства. То есть все чем-то забито, то ли деревья, то ли поля, лугов как бы нету, да. Пустот никаких нету, то ли вот деревушки, водичка, все заставлено чем-нибудь. Как по мне это прекрасно. Я короче всем рекомендую, ссылочку я разумеется в описании оставлю, на группу ВКонтакте, где можно все это дело надыбать. Стоит карта реально копейки, по сравнению с тем же самым золотым колосом. Я как бы ничего не имею против цены золотого колоса, и считаю, что золотой колос как бы стоит того, что он стоит. Но сравнивать эти две карты смысла вообще никакого нету, потому что у них даже тупо разное предназначение. Какая-то атмосфера здесь такие передано лучше. Так что как-то вот так вот. Я на этом, друзья, вот такой короткий ролик получился, но что вижу, о том пою. Тут даже сильно готовиться-то не к чему было. Возможно, если собрать какой-нибудь интересный пак производств, то эта карта как нехер потягается с какой-нибудь там свапой, и уж подавно уделает всякие рассветы и прочее, что там у нас нынче популярно в интернетах-то. На этом, друзья, у меня все. Пишите ваши комментарии, что вы там думаете по поводу этой карты вообще. Да, кстати, что не сказал, оптимизация. Оптимизация замечательная. Я вот сколько здесь вот не летаю, у меня всегда 60 фпсиков, всегда все прекрасно. Понятно, что я сейчас довольно высоко поднялся, и некоторые текстуры из-за дальности смотрятся не очень хорошо, но если мы опустимся, то опять-таки везде все красиво, везде все шикарно. Даже травка вон везде разная растет, и это тоже прекрасно. На этом, друзья, да, второй раз уже говорю, у меня все. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, там, короче, лайкусики, да, не забывайте. Всем огромное спасибо за внимание, с вами был Никита Дилэй и всем покаки.